Пропаганда в России переходит на новый уровень. Куда больше? Непонятно. В РФ власти пытаются проводить в школах и вузах пропагандистские лекции по борьбе с фейками. Врут о необходимости войны, называя ее спецоперацией, и пытаются объяснить студентам, почему у них не очень получается. Такие уроки назначены как минимум в школах Москвы, Калужской области, Сахалинской и Тульской областей. Через четыре дня после начала войны в Украине в школы в российских регионах поступили методички для проведения уроков о проводимой так называемой спецоперации. В документах власти предлагали объяснять школьникам, что проводится специальная миротворческая спецоперация для сдерживания националистов, которые притесняют русскоговорящее население. У более младших классов, хотя это все средняя школа, в методичке предлагается более игровой формат урока без таких долгих лекций. Затем методички получили уже вузы. В некоторых томских вузах журналисты издательства «Медуза» нашли преподавателей, которые согласились рассказать о происходящем на правах анонимности. Как отметила одна из них, что это не было сделано в приказном порядке. Методички к лекциям получили не все преподаватели. Они были сами вправе определить, кто и какой объем лекций прочтет. Ведь за прочтение лекций предусмотрена почасовая оплата. Неплохая мотивация для пропаганды. Звучит действительно жутко, звучит действительно дико, но, ребята, спокойно. Это пена. Пена отходит. Разделение прошло быстро, ведь есть учителя, которые опостали против таких лекций, даже за дополнительную плату. В Томском государственном университете один из преподавателей рассказал, что почти все преподаватели отказались читать эти материалы или использовать их в своих выступлениях. Политехи Томска также отнеслись к этим лекциям неоднозначно. Там урок истории, посвященный вопросу взаимоотношения Украины с Россией. Ничего более мерзкого я не видела уже давно на самом деле. Материалы в общих чертах повторяют аргументы, использованные Путиным для оправдания вторжения. Там также содержатся прямые цитаты из речи Путина перед войной. Украина имени Владимира Ильича Ленина. Он ее автор и архитектор. Отдельно в методических материалах отмечается, что Украина никогда не имела устойчивой традиции своей подлинной государственности. И, конечно же, было указано о проамериканском правительстве. Нужно придумывать какие-то поводы, почему мы начали эту войну. И они находятся в совершенно каких-то мелких вещах, но которые эмоционально должны сработать на человека. ГосСМИ пытаются увеличить свое влияние на молодежь. Студенты, которые были на лекции, рассказали, что материал был скорее пересказом пропаганды провластных СМИ. А лектор пыталась оправдать спецоперацию. Говорят, что нет смысла впихивать в голову эту пропаганду, ведь все понимают, что на самом деле происходит. Но есть уже и промытые студенты, которые публично поддерживают кровавую войну с криками «За мир!» и «Зигаванием друг другу». Заложники пропаганды также обратились к Зеленскому, убеждая его в том, что Россия спасает Украину. Наши вооруженные силы не убивают мирных граждан. Это дело рук националистических батальонов, которые вам не подчиняются. Для тех, кто идеализирует власть и поддерживает пропаганду, мир уже закрыт. Теперь международники могут работать послами разве что в Африке или же в Белоруссии. Ваш рейс задерживается. Время вылета на данный момент пока неизвестно. Борьба за правду через науку продолжается. На фоне российского вторжения в Украину правительство Великобритании отказалось финансировать через свои исследовательские и инновационные организации любые новые совместные проекты с Россией, если это приносит прямую выгоду путинскому режиму. Об этом заявил Джордж Фриман. Эти меры направлены против российского государства, а также людей и организаций, имеющих тесные связи с Кремлем. Ложь, перекрученные факты и полный абсурд. То, что Россия хочет выдать за правду, просто смешно. Радует одно – адекватная часть мира таки поддерживает правду, а не путинские фейки.